МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Первый Матищинский. В эфире новости. В ближайшие полчаса мы расскажем вам о самых значимых событиях городского округа. Смотрите в первой части выпуска. Как удобнее добраться до станции «Строитель» и микрорайона «Леонидовка» обсудили на дне ЖКХ. Теперь жители округа могут сдавать отслужившую электронику в специальный пункт. Может, хороший, может, работает. Реабилитация реки Яузы в активной фазе. Это такая маленькая биоплата, на которой будет в дальнейшем размещаться вся наша живность, утки, бобры, кто захочет. В России начался осенний призыв. Каждый гражданин Российской Федерации обязан пройти воинскую службу. А теперь об этом и многом другом. Более подробно. Сегодня состоялось выездное совещание в рамках Дня жилищно-коммунального комплекса. Комиссия рассмотрела вопрос организации пешеходных проходов от Матичинского филиала МГТУ имени Баумана к железнодорожной станции «Строитель» и микрорайону «Леонидовка». Подробности обсуждения в первом сюжете выпуска. Несмотря на осеннее промозглое утро, участники рабочей группы Дня жилищно-коммунального комплекса не изменили традиции еженедельно лично присутствовать на территориях и объектах округа, которые требуют благоустройства. На этот раз члены комиссии решили проверить кратчайшие пути обхода, которые выбирают студенты и жители 30-го микрорайона, добираясь до железнодорожной станции «Строитель» и микрорайона «Леонидовка». Территория филиала МГТУ имени Баумана по требованиям антитеррористической безопасности закрыта от случайных прохожих, которыми становятся жители микрорайона «Строитель». Серьезное неудобство в том, чтобы добраться до больницы в «Леонидовке» и до остановок городского транспорта, который доставит их до центра Мутищи и Москвы, предстоит решить администрации. Привести в порядок дорожку, сделать ее шириной 2,20, чтобы можно механически убирать, и дальше ее соединить с тем проходом, который будет открыт постоянно на дороге в Лестех, чтобы соединить и частный сектор, и новые многоэтажные дома с новым переходом через треугольник, так называемый, чтобы можно было дойти в «Леонидовке». Вопрос благоустройства и удобства прохода жителей осложняется тем, что земля института является федеральной собственностью. Муниципалитет планирует согласовать с руководством учебного заведения ограниченное право пользования территорией и приступить к работам. Кроме того, со стороны улицы Силикатный стадионостроитель появится перехватывающая парковка, строительство которой откладывалось из-за реконструкции железной дороги. В продолжение темы. Более 1200 дворов благоустроено в Подмосковье с начала 2018 года. Такие данные приводит пресс-служба вице-губернатора Дмитрия Пестова. Работа по комплексному благоустройству дворовых территорий активно ведется на территории Подмосковья по поручению губернатора Московской области с 2015 года. Ежегодно работы проводятся не менее чем на 10% от общего количества дворов. За три года уже комплексно благоустроено почти 5000 дворовых территорий, сообщил Пестов. В 2018 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева требования к комплексному благоустройству дворовых территорий были расширены. В дополнение к шести обязательным элементам – это обустройство детских площадок и парковочных мест, модернизация системы освещения, зеленения, наличие мусорных контейнеров, и информационных стендов – рекомендовано также устанавливать лавочки и урны для сбора мусора в тех местах, где это удобно жителям. В числе муниципалитетов, где эти задачи успешно реализуются, и наш округ. Как подчеркивают в ведомстве, с опережением графика работы ведутся в городских округах Риотов, Электрогорск, Люберцы, Мытище, Подольск и Балашиха. Активная фаза самого важного этапа реабилитации реки Яузы, а именно очистка ее от зарослей и иила, началась на этой неделе. Подключены дополнительные силы и средства. Работы ведутся сразу на нескольких участках. Проблемные зоны реки в городской черте известны давно, и сегодня они обнажились полностью. Сюжет Сергея Берзина. Честно говоря, такого оживления работ на берегах реки ожидали давно. А затихшее летних месяцев было вызвано срывом производственных задач подрядчикам. Понапрасну уходили теплые дни и недели, и вот теперь за дело взялись сразу две подрядные организации со своей техникой. Здесь по проекту должен быть остров. Это такая маленькая биоплата, на котором будет в дальнейшем размещаться вся наша живность. Утки, бобры, кто захочет. Вот здесь, потому что будет еще прорываться канал. Вместо заброшенного и захламленного берега получится живописный уголок. Река расширится. Перед взором предстанет совсем другой пейзаж. Но, как показывает практика последних лет, и такой пейзаж можно заметно испортить. То есть замусорить. На сегодняшний день делаются замечательные берега, велодорожки, пешеходные дорожки, речка чистится. Вот весь мусор, это же, ну кто-то его сюда привез, и причем его натаскали не за один раз. Вот эти колеса, которые достают со дна реки, их же кто-то туда бросает. Более того, создается впечатление, что кто-то целенаправленно сбрасывает мусор назад в реку. На шестом участке разобрали целый забор и побросали подальше от берега, туда, где поглубже. Мы уже и чистим, и субботники проводим, и привлекаем и спортсменов, и общественные организации. Но кто-то опять бросает. На те же места. Пока здесь работает техника, она извлекает крупные конструкции и утопленный мусор. А когда она уйдет, кто полезет в воду? Река и в прямом, и в переносном смысле будет в наших руках. Сегодня из нее извлекаются тонны накопившегося мусора. Он будет вывезен и утилизирован. А вот что дальше? Если не остановить желающих использовать реку как мусоропровод, вся эта работа может оказаться напрасной. Нельзя этого допустить. Сергей Берзин, Денис Корнев, информационная программа «День». В Мытищах открылся пункт сдачи от служившей электроники и бытовой техники. Жители могут нести ненужные телевизоры, утюги, пылесосы, ноутбуки, кофеварки по адресу Олимпийский проспект, дом 42. Пункт расположен на базе Центра экологической промышленной политики. В церемонии открытия приняли участие активисты движения «Зеленая волна». Что делать с поломанным феном или утюгом? Просто выбросить в мусорный контейнер? Ни в коем случае. Теперь в Мытищах эту проблему решили. Вестибюлю Центра экологической промышленной политики установили контейнер для сбора электроники и бытовой техники. Может, хороший, может, работает. Сомнения в сторону жалеть не стоит. Ведь части этой техники могут еще послужить и обязательно пригодятся. Центр передаст их специальным фондам, которые занимаются сортировкой и переработкой. Так же, как это делают и с одеждой, которую можно сюда приносить и класть в соседний контейнер. Фонд рационального природопользования заключены контракты с организациями, реально утилизирующими эту технику. То есть это не вывозится на полигоны, это не выбрасывается на какие-то свалки пригородные, допустим, стихийные. То есть это реально идет в работу. На открытие пункта сдачи отслужившей электроники и бытовой техники пригласили юных экологов движения «Зеленая волна». В ходе конференции ребятам показали видеоролик, в котором как раз и объяснили, что значат современные ресурсы для будущего. Начальник контрольного управления администрации городского округа Мытища отметил, как важно жителям стать активными участниками этой акции. Надеюсь, доведем до наших жителей, что не нужно выбрасывать это возле домов, потому что это попадает на полигоны. Это все вредно, небезопасно. Проще сдать это, тем более бесплатно здесь увезут. Я понимаю, каждый хочет получить еще и деньги за то, что он технику свою сдаст. Но такого не бывает. Поэтому надо думать или уже о своем обогащении, или об экологии, о будущем своих детей, внуков и всех остальных. Продолжилось мероприятие у входа в гимназию номер один. Туда приехал специализированный автотранспорт с говорящим названием – школа утилизации электроника. Активисты движения подготовились к этому дню. Собрали ненужную технику и батарейки, чтобы внести свою лепту в это благое дело. Я считаю, что сборы, во-первых, ребятам, отдавая различную технику, опознают, для чего мы вообще это сдаем. Ребятам рассказывается. Потом уже у ребят образуется какой-либо навык, и ребята с удовольствием идут сдавать. Не выкидывают в помойку, в мусор, в ведро, а в специальные контейнеры. Было интересно узнать количество, которое приходится на каждого человека от пенсионера до младенца. Это около 10,5 килограмм на человека. Было очень приятно узнать, что мы являемся таким городом вообще в России. Единственный город, который так занят экологией. Я очень рада буду сообщать тому, что есть теперь специальные утилизации для батареек и каких-либо техник, и чтобы это просто так не выбрасывалось в помойку и не загрязнялась окружающая среда. Наша планета регулярно подвергается влиянию неблагоприятных факторов. Хотя бы немного изменить эту ситуацию можем мы сами, сдавая отслужившую электронику и бытовую технику в специальные пункты. Напомним, сделать это можно ежедневно с 9 до 21 часа по адресу Олимпийский проспект, дом 42. Алла Сталаева, Андрей Капостин, информационная программа «День». 1 октября в России стартовала осенняя призывная кампания. До 31 декабря на военную службу отправятся 132 тысячи 500 новобранцев. Это на 4,5 тысячи больше, чем было призвано весной. К работе с новобранцами приступили и в мытищах. Комиссия, в состав которой входят представители администрации, полиции, здравоохранения, обозначила задачи на ближайшие три месяца и подвела итоги весеннего призыва. Коридоры военкомата заполнены юношами. В кабинеты по очереди приглашают тех, кто в ближайшие три месяца отправится отдавать долг родине. Осенняя призывная кампания стартовала 1 октября и завершится 31 декабря. Всё это время сюда для прохождения медкомиссии и получения направления в ряды российской армии будут приглашать молодых мытищенцев и королёвцев. Сегодня мы проводим расширенные заседания призывной комиссии, на которые пригласили членов призывной комиссии, сотрудников полиции, сотрудников нашего здравоохранения для координации и взаимодействия всех наших вопросов именно по организации проведения призыва граждан на военную службу. Стоит отметить, что в составе комиссии произошли изменения. Теперь заместителем председателя призывной комиссии стал Валерий Конягин. Несмотря на кадровые перестановки, цели и задачи остались прежними. В ходе осенней кампании планируется направить в ряды российской армии 150 человек. Они будут служить в различных воинских подразделениях, в том числе на подшефном корабле «Иван Голубец». Ну и очень приятно, что у нас сохраняются очень хорошие шефские отношения. Ещё добавился ракетный катер мытищи. Теперь у нас их три шефских корабля, плюс ко всему воинские части, плюс ко всему наши ребята служат в Семеновском полку. Это наш актив, поэтому я думаю, что эту работу мы будем продолжать. В армию ребят отправляют на один год. Прохождение военной службы поможет при трудоустройстве. Сейчас это одно из решающих требований при приёме на работу в муниципальные и государственные учреждения. Хорошо, что большинство призывников это понимают. Я считаю, что каждый гражданин Российской Федерации обязан пройти воинскую службу. Служба в армии всегда была почётной обязанностью, а для сегодняшних новобранцев она открывает новые возможности и перспективы. Юлия Федориненко, Дарья Линская, Денис Корнев. Информационная программа «День». Смотрите во второй части выпуска. День пожилого человека отметили в Белениновском доме-интернате. Кто-то збор, честный слез, а верно милый мой идёт. Молодёжный совет округа провёл очередное заседание. Провели встречу и тренинг для ребят первокурса. Необычная немецкая забава в репортаже наших зарубежных коллег. А теперь более подробно об этом. Настало время нашей традиционной рубрики «Актуальное интервью». Начальник Объединённой диспетчерской службы Мытищинской теплосети расскажет, какая работа проводилась с сотрудниками организации к отопительному сезону и что делать жителям, если с отоплением в их квартирах существуют проблемы. Какая работа проводилась с сотрудниками АО «Мытищинская теплосеть» в преддверии отопительного сезона? В настоящий момент, согласно постановлению администрации ГО «Мытищи», мы запустили отопление на жилые дома 100%, это 1201 дом. Мы подключили к отоплению объекты соцсферы, это школы, садики, объекты здравоохранения, порядка 180 объектов. И уже полным ходом идёт подключение прочих потребителей. Это офисы, промпредприятия, около 80% уже подключены. Но хочется обратить внимание на то, что процесс теплоснабжения и подключения к системе центрального отопления, он долгий, занимает некоторое время, связан с некоторыми трудностями. А именно, при пуске отопления в здание необходимо развоздушить систему. Этим занимается владелец здания или управляющая компания по отношению к жилым зданиям. На это уходит некоторое время. И могут возникать моменты, когда в разных комнатах присутствует или отсутствует отопление, где-то выступает с отопительных приборов вода. Жильцам нужно тут же обращаться в управляющую компанию, для того, чтобы восстановить целостность и наладить циркуляцию внутри жилого дома. Матичинская теплосеть в рамках своей ответственности отвечает за поставку теплоносителя на границу раздела, то есть ВТП. При возникновении любых ситуаций, обращаясь в Матичинскую теплосеть, специалисты Матичинской теплосети совместно с управляющими компаниями выходят на место, определяют проблему, проверяют параметры на вводе и приступают к ее решению. Также хочется обратить внимание на то, что жителям нужно набраться немножко терпения, потому что управляющая компания одна, персонал ограничен, а жилых домов, которые обслуживают эти управляющие компании, много. Как устроена система теплоснабжения в многоквартирных домах городского округа Матичи? 85% зданий, как жилых домов, так и других объектов в городском округе Матичи оборудованы индивидуальными тепловыми пунктами, в которых присутствует автоматика регулирования погодная. Она настроена таким образом, что при достижении температуры днем на улице выше 12 градусов автоматика отключает подачу тепловой энергии на отопление. При снижении температуры в вечернее время ниже плюс 10 возобновляется подача. Это сделано для того, чтобы можно было экономить до 30% тепловой энергии на дом. Но это также связано с тем, что днем, когда на улице высокая температура, не работает отопление и батареи охлаждаются. То есть это нормальный процесс. И жителям хочется напомнить, что это нужно помнить, понимать, не паниковать. И не звонить попусту ни в жилые управляющие компании, ни в Матичинскую теплосеть. А посмотреть сначала на градусник, определить, сколько на улице температура какая. И после этого принять решение о том, что есть проблемы с отоплением или нет. Также хочется отметить, что со своей стороны Матичинская теплосеть подготовила все свои объекты. Мы готовы решать вопросы, возникающие по качеству теплоснабжения в кратчайшие сроки. Диспетчерская служба работает в режиме 24 часа. Готовы аварийные бригады для выезда. Готовы сотрудники для решения проблем в части теплоснабжения зданий. Для консультирования управляющих компаний в части вопросов, возможных для снятия проблем во внутренних системах. Приведите пример работы ИТП на определенном доме в Мытищах. На экране представлена схема индивидуального теплового пункта. В данном случае это индивидуальный тепловой пункт по адресу Мира, 27. Мы видим в режиме реального времени параметры, характеристики на вводе в дом до границы раздела и на внутренней системе. Красной частью обозначена граница раздела Мытищинской тепловой сети. Мы видим сверху на вводе в дом температура 82,5 градуса, на выходе 49,7 градусов. Расход теплоносителя 4,2 м3 в час. Внизу зеленым показана внутренняя система отопления. Температура в подающем трубопроводе 55 градусов, в обратном 46. Расход на внутреннюю систему составляет 9,8 м3 в час. Подпитка внутренней системы составляет 0. Работает по одному насосу на внутренней системе отопления и ВВС. Данное ИТП работает в нормальном режиме, согласно температурному графику. Температура на улице в левом верхнем углу, мы видим, составляет 7,5 градусов. Это и есть нормальная работа ИТП. Мы в режиме реального времени отслеживаем все наши ИТП и не выходя из рабочего места, диспетчер первым делом определяет состояние при поступлении звонка от жителей, определяет состояние и работоспособность индивидуального теплового пункта и внутренней системы. Если мы видим здесь, что есть какие-то проблемы, мы можем оценить, в чем проблемы, и принять правильное решение и привлечь либо аварийную бригаду мутичинской теплосети, либо обратиться в управляющую компанию и акцентировать их внимание на конкретные проблемы. Как работает ИТП в период сильных холодов? При снижении температуры ниже плюс 10 ИТП включается и автоматически поддерживает температуру во внутренней системе согласно температуре наружного воздуха. Чем ниже опускается температура на улице, тем больше расход теплоносителя поступает через подогреватель отопления, тем больше тепла получается в дом и отдельно каждая квартира. Система теплоснабжения работает таким образом, чтобы независимо от температуры на улице поддерживать внутреннюю систему в комфортных условиях. Это не ниже 20 градусов в жилых комнатах, 23 в угловых помещениях и 18 в санузлах и коридорах. Традиционно День пожилых людей, который отмечается 1 октября, открывает декаду милосердия. Цикл мероприятий в эти дни проходит и в Матищинском доме-интернате малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов. 3 октября в рамках проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» учреждение посетили начальник Матищинского управления социальной защиты населения Ирина Скворцова и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Гореликов. ПЕСНЯ Сегодня в уютном зале Матищинского дома-интерната в Белениново накрыт праздничный стол, а развлекают зрителей сразу два вокальных ансамбля из Дома культуры Пироговский. Сейчас в этом учреждении проживает 42 человека. В основном это пожилые люди. Средний возраст местных жителей 83 года. Поэтому День пожилых людей здесь главный праздник и отмечают его с размахом. Все для них. Концерты, праздники, организованные всякие мероприятия, приезжают благотворительные фонды, дарят подарки. Все, конечно, всегда ждут эту неделю и всегда с удовольствием встречают гостей. Сегодня поздравить жителей дома-интерната приехали начальник Матищинского управления социальной защиты населения Ирина Скворцова и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Гореликов. Сегодня мы приехали с Андреем Николаевичем поздравить наших жителей Матищинского дома-интерната с этим праздником. Конечно же, сказать им слова благодарности за их опыт, за жизненные пройденные пути, за то, что они сегодня еще приносят очень много полезного и хорошего, занимаются творчеством, принимают, воспитывают молодежь. Жители дома-интерната ведут активную жизнь. Подобные праздники – дело нередкое. Гостям здесь всегда рады. Беседа получилась насыщенной, обсудили текущие дела, поговорили о развитии округа. Матищинский у нас неплохо. Население по чуть-чуть растем. Мы каждый год на 3-4 тысячи. В этом году мы открываем новую уже 34-ю школу по счету. Но вы знаете, я вам хочу сказать, у нас в этом году все первые классы переполнены. Затем директор дома-интерната показала гостям территорию учреждения. Большой сад со скамейками и беседкой – любимое место для прогулок. По соседству сотрудники организовали огород. Провели гостей и в святая святых – пищеблог. Мясо больше, чем картошки. Так, а суп? Суп рисовый. На курином, на рисунок. Все вместе. А Лидия Семеновна Кондрашова с удовольствием показала гостям свою комнату и познакомилась с дочерями, которые приехали ее навестить. Лидии Семеновне 93 года. Младшей дочери 66 лет, а старшей – 74. Это я молодая. Это мой муж красавец. Была безмерно счастлива. Кто-то с горочи спустился, наверное, милый мой идем. На нем защитная растерка, она с ума, а меня с ветром. Эту домашнюю атмосферу создают профессионалы своего дела – коллектив дома-интерната. Многие работают здесь с самого открытия. В этом году учреждение отметило свой 10-й день рождения. Конечно, большое спасибо администрации учреждения за создание этого уюта, доброты, действительно, поистине домашних условий, что очень-очень важно для этих людей. Вот. А так жизнь продолжается, она идет. Они активно и вышивают, и шьют, и внимательно следят, в том числе, за нашей прессой. Это очень приятно. У нас есть чему у них учиться, поэтому мы и дальше будем уделять этому самое пристальное внимание. Ну, а в сегодняшней встрече мы получили заряд, на самом деле, бодрости от них и умения ценить и любить жизнь. Жители дома-интерната ждет еще много подарков. Самый масштабный из них – уличная спортивная площадка с 10 тренажерами, адаптированными для граждан пожилого возраста и инвалидов-колясочников. Работы по ее устройству начнутся в середине октября. Анна Раченкова, Андрей Капустин. Информационная программа «День». В окружной администрации состоялось очередное заседание молодежного совета. В зале главы представители активной молодежи обсудили планируемые мероприятия и рассмотрели варианты поощрения лидеров и постоянных участников молодежного движения. Подробности в сюжете Дарьи Елинской. Зал заседания главы периодически предоставляется молодежи. Представители самой активной молодежи округа, которые входят в совет, обсуждают интересующие их вопросы. Это первое заседание после летнего отдыха, и у студенчества уже началось насыщенное и интересное время. Кроме того, перед активистами также стоит задача привлечения первокурсников к их молодежному движению. Учебный год начался продуктивно. Мы уже встретились с активистами из Матичинского колледжа, провели встречу и тренинг для ребят первокурса, для того, чтобы они поработали в команде, научились, что-то новое посмотрели. Кто достоин премии главы городского округа? Авторы уже реализованных проектов или самые активные участники молодежной жизни региона? Также обсудили на заседании молодежного совета. Активист участвует активно в жизни молодежки округа, если он участвует и в жизни актива именно в своем университете. Я думаю, что если у него нет проекта, я думаю, что он все равно достоин получить премию и достоин быть награжденным за это. До Нового года молодых людей в возрасте от 14 до 30 ждет не только насыщенная учебная деятельность, но и досуг. Мероприятий много. Среди них и лекции о пользе донорства, тренинги для волонтеров, форум молодых предпринимателей, КВН и масштабные конкурсы, где молодежь может показать свои творческие способности. Представится еще один шанс проявить себя. Это принять участие в муниципальном фестивале короткометражного кино, который впервые пройдет в округе. Решили попробовать организовать в формате полноценного культурно-массового мероприятия, то есть с кинопоказом, с экспертной комиссией в виде жюри, которая будет оценивать работы короткометражные и с последующей церемонии награждения, соответственно. До 31 октября можно подать заявку на участие в фестивале. Номинаций будет пять. Социальный ролик, музыкальный клип, комедия, анимации и даже хоррор. Творческие работы могут быть сняты и на телефон. А вот их качество жюри планирует оценить уже 4 ноября в Центре культуры Подмосковья. Дарья Линск, Олег Степанов, информационная программа «День». А теперь к новостям от зарубежных коллег. Регата на тыквах прошла в немецком городке Ломар. Участники должны были проплыть 35 метров и не выпасть из шаткой лодки. Вот на таких необычных лодках, сделанных из гигантских тыкв, прошла регата на озере немецкого городка Ломар. Участникам надо проплыть дистанцию в 35 метров, удержаться на своем судне, да еще и постараться прийти первым. Ветер мешал плыть в любую сторону, но когда ты в ударе, все по плечу. Я думала, будет сложнее, но, конечно, было нелегко. В какое-то мгновение я подумала, что перевернусь. Несмотря на трудности, до финиша добирались все. Да, было очень горячее желание победить, прийти первой. В четверть финал выходят 8 самых быстрых участников из мужской команды и столько же из женской, после чего состязание продолжается. Победитель получает награду в 200 евро, а если он вырастил тыкву сам, то 300. Это состязание, спорт и веселье. Отличное мероприятие для детей, и неважно, вы могли они или нет. Для гонки выращивают специальные тыквы. Минимальный вес плода – 250 килограммов. И чем тяжелее участник, тем больше должна быть тыква. На сегодня это все. Еще больше информации на сайте Первого Матищинского. Также подписывайтесь на нашу страничку в Инстаграм. Далее вас ждет прогноз погоды. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Оплачивай проезд банковскими картами во всех видах общественного транспорта Московской области. Ваша карта всего лишь должна быть оснащена чипом или технологией бесконтактной оплаты. К оплате принимаются карты любого банка. Поднесите карту к терминалу и удерживайте до сигнала об оплате. Я боюсь терактов и взрывов. Недавно в Санкт-Петербурге был взрыв в литро. Люди просто ехали по своим делам, на работу, в школу. И никто не знал, что может произойти такой ужас. Я боюсь этого, потому что я каждый день езжу на метро. И никто не может догадать, что будет дальше. Все, что надо, есть у нас уголь, нефть, природный газ. Мы все это добываем. В результате получаем электричество, тепло, свет в дома и школы. Для машин бензин, масла, для продуктов холод. Но ресурсы, что дала щедрая нам природа, уменьшаются, друзья, с каждым днем и годом. Что же делать, как нам быть? Как нам людям дальше жить? Будь один во всех делах, знать учет и меру. Чтобы вернуться не пришлось, нам опять в пещеру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова